Существуют такие места, в которых есть что-то загадочное, мистически прекрасное, что-то, что заставляет наше воображение рисовать в голове яркие картины прошлого. Эта техника, которая вынуждена доживать свой век ржавея на свалках, быть может, когда-то была очень нужной, приносила радость своим хозяевам или помогала людям. Сегодня это уже груды металлолома, а завтра они и вовсе превратятся в пыль. Читтагонг – второй по величине город Бангладеш и один из крупнейших портов страны и Юго-Восточной Азии. А еще в его окрестностях находится знаменитое кладбище гигантских кораблей, которое ежегодно пополняется десятками новых постояльцев, просто брошенных своими владельцами. Судовладельцам хорошо, им не надо платить за утилизацию отслуживших свое кораблей. Ну а для местных жителей эти суда являются неиссякаемым источником заработка. С них тащат все, что можно и что нельзя, включая и элементы обшивки. Бизнес этот предельно опасный. Ежегодно на свалке от несчастных случаев гибнут десятки людей. Но кого остановит подобный риск, когда есть возможность заработать? Власти делают вид, что им эта свалка не нравится, но за взятку на берегу и по сей день можно оставить буквально любой корабль и в любом состоянии. В 1955 году национализированные британские железные дороги объявили о своих планах пустить на металлолом большую часть своего парка. Недавно выведенная из эксплуатации техника включала в себя приблизительно 650 тысяч вагонов и 16 тысяч паровозов. Пути британских железных дорог были не в состоянии справиться с объемами, и многие из поездов были проданы частным свалкам по переработке металлолома. Среди них была свалка братьев Вудхэм в городе Барри, Южный Уэльс. Поначалу паровозы разрезались и пускались на металлолом сразу же, но к осени 1965 года владелец свалки Дай Вудхэм решил сосредоточиться на более легкой работе – утилизации вагонов. Ржавеющие паровозы остались на улице, где они вскоре стали популярной городской достопримечательностью. Энтузиасты вскоре поняли, что братья Вудхэм давали прекрасную возможность приобрести редкие локомотивы для сохранившихся линий, которые начали открываться по всей стране. Многие модели, находившиеся на свалке Дайя, было невозможно найти больше нигде. В сентябре 1968 года первый спасённый паровоз покинул свалку, и скорость спасения локомотивов только увеличивалась в 70-х годах. В конце концов, к большому удивлению Дайя, было вывезено 213 паровозов. Последний покинул Барри в марте 2013. Дай, который умер в 1994 году, очень гордился своим участием в спасении паровозов для будущих поколений. Сегодня многие паровозы из его двора работают на сохранившихся железнодорожных линиях по всей Великобритании. В Локпорте Нью-Йорка ранее был старый склад, который стал настоящей легендой в среде мотоциклистов. Склад когда-то принадлежал человеку по имени Кол, который владел несколькими салонами мотоциклов. Покупая дешёвые японские мотоциклы и сломанные, он скоро накопил огромное количество транспортных средств. В 1970-х годах для хранения своей огромной коллекции Кол купил специальное помещение, а в 1997-м продал её вместе с содержанием. Покупатель, которого звали Фрэнк, собирался использовать склад для продажи деталей мотоциклов. Тем не менее, здание пришло в упадок, и Фрэнк не смог окупить затраты на его реставрацию. В конце концов, на склад был наложен арест местными властями, из-за чего больше никого не пускали посмотреть на коллекцию. К ноябрю 2010-го большинство мотоциклов было убрано со склада, при этом большая их часть пошла на металлолом. Фотографии кладбища впервые появились в апреле 2010-го года на Фликр, в результате чего энтузиасты мотоциклов стали искать это кладбище. А некоторые даже успели купить редкие мотоциклы и запчасти. Фотограф Крис Сьюарт как нельзя точно характеризовал это место, сказав «это, безусловно, одно из самых жутких и странных мест, в которых я когда-либо бывал». В бухте, незаметное, расположенное за полярным кругом на крайнем севере России, находится кладбище советских подводных лодок. Начиная с 1970-х годов, военные подводные лодки, многие из которых атомные, были просто брошены в бухте на изолированном Кольском полуострове. Советские верфи были слишком заняты выполнением заказов на новые подводные лодки, чтобы заниматься утилизацией старых. Без специального разрешения доступ сюда запрещен, поэтому информации о кладбище не так много. Известно только то, что некоторые из подводных лодок были разобраны в 1990-х годах из-за опасности загрязнения воды. Но на фотографии с Google Earth видно, что в бухте всё ещё остаются, по крайней мере, семь подводных лодок. База Королевских военно-воздушных сил Великобритании «Фолкингхэм», расположенная в Линкольншире, была изначально открыта в 1940 году как запасной фальшивый аэродром для другой базы ВВС. «Фолкингхэм» был оснащён моделями самолётов и макетами обслуживающего персонала до того, как был передан под контроль США в начале 1944 года. Самолёты модели Douglas E-47 Dakota, расположенные на базе, использовались во время высадки в Нормандии в ходе операции «Нептун». База была возвращена под контроль военно-воздушных сил Великобритании в апреле 1945 года и закрыта в 1947 году, после чего команда «Формулы-1» от British Racing Motors проводила на её взлётно-посадочных полосах испытания. Она была вновь открыта Королевскими военно-воздушными силами в 1959 году и использовалась в качестве места для хранения термоядерных ракет «Тор» вплоть до своего второго закрытия. В 1963-м её земли были проданы для сельскохозяйственных нужд. Сегодня этот старый аэродром принадлежит компании Nelson M. Green & Sons LTD, которая использует его для хранения сотен транспортных средств, которые разбирают на запчасти. Среди транспортных средств, хранящихся в этом месте, старые бульдозеры Caterpillar, бензовозы, краны, тракторы, а также бывшие военные грузовики и бронемашины, оставшиеся со времён Второй мировой войны. Здесь даже есть амфибийное транспортное средство D.U.K.W., которое использовалось при высадке союзных войск во время операции «Нептун». Также на территории бывшей базы есть три площадки, где располагались вышеупомянутые ракеты «Тор». На данный момент транспортные средства всё ещё стоят на месте, ожидая своей дальнейшей судьбы. На кладбище авиационной техники, официально известном как авиабаза военно-воздушных сил США Дэвис-Монтэн, находится 309-я группа по обслуживанию и ремонту авиакосмической техники. Оно представляет собой огромную зону, предназначенную для хранения самолётов, которая расположена прямо посреди пустыни Аризона. Размер этого кладбища равен размеру 1430 футбольных полей. Здесь находятся более 4200 воздушных судов, общая стоимость которых составляет приблизительно 35 миллиардов долларов. Его можно назвать самым крупным кладбищем военной и авиационной техники в мире. Воздушные суда, хранящиеся здесь, разделены на четыре категории. Категория «тысяча» включает в себя те, которые хорошо сохранились, и при необходимости снова смогут подняться в воздух. Самолёты категории «две тысячи» разбираются на запчасти. Категории «три тысячи» в хорошем состоянии могут быть перераспределены. Категории «четыре тысячи» относятся устаревшие воздушные суда, которые, вероятно, станут музейными экспонатами или пойдут на металлолом. Среди четвёртой категории было много легендарных бомбардировщиков Би-52, которые стали металлоломом из-за договора с Россией 1991 года о сокращении стратегических вооружений. На окраине города Кабул, что в Афганистане, можно найти огромное кладбище военной техники, преимущественно советской, которая была оставлена здесь ещё в 80-е годы прошлого столетия. Из-за того, что в Афганистане на сегодняшний день очень слабо развит утилизирующий сектор промышленности, есть все основания полагать, что вся эта техника так и продолжит стоять никому не нужной. Впрочем, местные власти регулярно ищут на кладбище технику, которая может быть отреставрирована. Такие машины ремонтируют и возвращают на службу в правительственные войска, действующие против талибов. Танковое кладбище, которое появилось в результате 30-летней войны за независимость африканской страны Эритреи, недалеко от города Асмера, служит напоминанием о десятках тысяч жертв, принесённых народом ради собственной свободы. В 1800-х годах Эритрея была колонизирована Италией, а после окончания Второй мировой войны перешла под контроль Британии. В 1962 году она была присоединена к Эфиопии. С этого момента и началась многолетняя борьба за независимость. Официально война была объявлена в 1974 году. Закончилась она через 17 лет захватом эфиопских пограничных опорных пунктов. После войны США против Ирака подбитую иракскую бронетехнику собрали в пустыне Кувейта. И теперь там огромное танковое кладбище, которое можно считать одним из самых больших на Ближнем Востоке и в мире. Арань-Ямунд – маленький город в Намибии, полностью принадлежащий компании «Намдеп», который владеет правительство Намибии наряду с алмазодобывающим картелем «Дебирс». Город расположен рядом с устьем Оранжевой реки. Он был специально построен для рабочих рядом с месторождениями алмазов. Доступ в зону строго ограничен. Вооруженные охранники патрулируют периметр. И без специального разрешения вас не пропустят даже через турникеты в аэропорте. Каждому, кого поймают на краже алмазов, грозит 15 лет лишения свободы. Были случаи, когда рабочие пытались спрятать алмазы в носу или перебросить через ограждение с помощью самодельных арбалетов. Один раз даже был пойман домашний голубь в маленькой жилетке, заполненной алмазами. В Ораньемунде также находится один из самых больших в мире парков машин для перемещения грунта, который уступает только парку американской армии. Чтобы предотвратить незаконный вывоз алмазов, транспортное средство, попавшее на территорию шахты, больше никогда оттуда не возвращается. Некоторые из этих ржавых машин, среди которых есть танки времён Второй мировой войны, их, вероятно, использовали для того, чтобы ровнять песок, относятся ещё к 1920-м годам. Раньше владельцы компании с гордостью демонстрировали эту коллекцию. Но сейчас они запрещают делать фотографии техники, считая, что от этого может пострадать их имидж. Всего три десятилетия назад личный автомобиль в Китае был предметом роскоши, который позволить себе могли лишь единицы. Даже чиновники и респектабельные граждане перемещались по городу на такси, принадлежавших в то время государству. Объём такси в общем потоке транспорта составлял 80%, что продолжалось вплоть до бурного экономического роста начала 80-х годов. У граждан появилась возможность обзавестись собственным средством передвижения, а наёмный транспорт всё больше оставался не у дел. Таксопарк постоянно сокращали, многие организации банкротились и закрывались, некоторые машины удавалось продать. Но потрёпанные такси, да к тому же отечественного производства, никому не были нужны. Поэтому отправлялись до лучших времён на отдалённой пустыре. Со временем эта временная парковка стала для них пожизненным местом пребывания. Самым большим кладбищем такси в мире. Автомобильные производители во всём мире сталкиваются с проблемой снижения объёмов продаж. Сейчас едва ли не каждый член семьи имеет свой транспорт. Экономический кризис то вспыхивает, то затухает. Процветают такие услуги, как каршеринг и карпуллинг. Поэтому возникает вопрос, как использовать нереализованные автомобили? Причём количество таких невостребованных моделей и так достаточно велико. А каждый Новый год к ним присоединяется следующая партия. Печально то, что и производитель потерял деньги на производстве этих моделей, и дилеры не продали их по бросовой цене. И теперь аренда площадей для хранения абсолютно нового транспорта ежегодно влетает в солидные суммы. Благодарю вас за просмотр, если видео это вам понравилось, смело ставьте лайк, пишите в комментарии своё мнение и подписывайтесь на канал Самое-самое в мире. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok